привет всем вы на канале позитивный огород и сегодня хочу вам показать землянику мелкооплодную которая у нас перезимовала зиму это у нас земляничка барон соленмахер посев этой землики произведен был в прошлом году соответственно в этом году и будет два года то есть она один раз только зимовала и вот такие вот кустики хорошие кустики и смотрите как мы можем размножать эту землянику либо мы можем делением куста то есть сам кустик мы разделяем на 2 или на 3 на 3 кустика либо же вот сам сами вот эти рожки они у нас укореняются светит сам кустик а вот они два рожка который нас укоренились их мы можем совершенно спокойно пересадить на другое место опять же здесь у нас здесь вроде нету и вот здесь следующий кустик смотрите опять же вот он один рожок укоренился там у нас еще вот 12 укоренилась и здесь кустик опять здесь вообще много рожков видите один укорененный вот здесь второй то есть тоже у каждого кустика совершенно безболезненно мы можем вот эти землянички в краю выкопать и пересадить причем уже кое-где даже я видел уже идет цветоносы ведь самым вот только-только начали цветоносы уже пошли закладываться и то есть эти земнички кустики можем совершенно спокойно пересадить либо же делим сам куст это зимника также у нас барон сулинмахер но она у нас зимовала уже две зимы то есть в этом году и будет три года смотрите все кустики они разные некоторые вот видите такие хорошие пушистые замечательные тоже вот у них опять же везде укорененные розетки везде у каждого кустика некоторые вот ведь попала похуже выглядит тоже как бы то есть разные кустики не по-разному зиму это уже начинается старение куста здесь вот дельфиниум перезимовавший вот он видите уже начал отрастать везде разные кустики есть у такие все большущие кусты но уже видно что идет старение установите же много-много у него вот этих вот сухих всяких листочков веточек а вот это мы можем совершенно спокойно вот опять же вот прирост вот этот взять и пересадить на новое место но сам куст конечно тоже он староватый куст посмотрим как он даст урожай именно трехлетний куст потому что самый пик урожайности у нас идет на второй год то есть перезимовала у нас земляничка и вот этот год после первой зимовки самый-самый должен быть урожайный вот здесь вот это у меня перезимовала совсем совсем такая маленькая искушение 1 наверное замерзла здесь было и опять что же пошел барон соленмахер вот здесь вот прям хорошо видно сколько много розеток новых новые кустика уже совершенно спокойно их берем и пересаживаем ну либо сам кустик мы делим там такая земляничка то что в первый год она у нас все-таки поздно зацветает и она не дает такой урожай как мы какой мы можем получить именно на второй год самый такой хороший урожай именно на второй год так это у нас совсем другая грядка здесь тоже кустики некоторые перезимовали то есть тоже уже начали отрастать но здесь снега у нас толще и соответственно нагрузка на кусты больше зимует она гораздо хуже но некоторые тоже тоже хорошо перезимовала это тоже у нас ей уже третий год тоже некоторые очень хорошие кустики пушистые а вот здесь вот где пониже здесь сильно прям вымерзла тут совсем не осталось здесь прям хорошенькая сверху а это получается прошлогодние посадки тоже все это барон соленмахер здесь вот она пореже в шахматном порядке у меня посажено тоже некоторые кустики ведь совсем такие хорошие здесь тоже очень много вот этих укоренившихся розеток должно быть ну здесь как-то вот на этой поменьше грядки тоже есть кустики 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 здесь тоже где ниже видите грядка она по вымерзала где повыше кустик она прям хорошо перезимовала отсаживая вот эти вот розетки или рожки как их правильно назвать мы соответственно готовим смену вот этим основным кустам которые все-таки у нас они стареют а это у нас молодежь она будет на следующий год за первый год она у нас хорошо отрастет а на следующий год она уже у нам даст такой максимальный урожай конечно сейчас нужно если мы не пересаживаем саму землячку мы подсыпаем грунт прям к самому сердечку чтобы у нас не было здесь оголенности сердечко но постепенно именно возвышается то есть и здесь мы должны все-таки присыпать или землю какой-то другой субстрат но так вот такая землячка всем тем кому было видео полезным подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч